На два дня эти юноши и девушки забыли о лекциях, семинарах и подготовке к зачетам. Зато прочувствовали всю тяжесть будней спасателей. В Минске прошел городской этап республиканского конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее». Он собрал команды из восьми высших учебных заведений столицы. В процессе мы выявляем самых активных студентов, самые интересные идеи мы потом берем к себе на вооружение. Ну и, конечно же, самые активные студенты потом помогают нам в повседневной жизни. Это в проведении профилактических мероприятий, в проведении каких-то акций, в каких-то концертах. Они с радостью приходят к нам или мы приезжаем к ним, и с их помощью уже совместно мы проводим различные мероприятия. Первый этап состязаний был на выносливость, тушение пожара, спасение и эвакуация пострадавших, оказание первой помощи. Второй день – творческие. Студенты пели, танцевали, читали стихи о безопасности и демонстрировали свои социальные видеоролики. Человек должен быть не только физически развит, но и как бы умственно, и, например, творчески тоже должен быть развит. Без этого никуда. Таким образом нас как раз еще проверяют, насколько мы понимаем работу спасателя. То есть надо же рассказать про это в творческом ключе. Ну вот мы показали, как мы это понимаем. Тот же проект. Я тоже знаю, что вверх. Я мало знаю таких конкурсов, которые развивают именно и творческие, и знания ОБЖ, и медицина, и спорт. Это очень интересно. И в жизни обязательно пригодится. Для девушек из Академии авиации самым сложным заданием оказалась ликвидация возгорания. Теперь на вопрос, каким должен быть настоящий спасатель, отвечают, не задумываясь. Надо быть морально подготовленным к этому, надо быть морально устойчивым, потому что, наверное, бывают такие ситуации, когда нужна выдержка, нужно терпение, нужна какая-то храбрость. Где-то нужно проявлять себя. Поэтому, наверное, не каждый может стать спасателем. Если раньше будущие культурологи, менеджеры, всю сложность и ответственность работы спасателей могли себе только представить, то теперь знают об этом не понаслышке. Мы частенько выступаем на волонтерских мероприятиях, и я считаю, что, возможно, непредвиденная ситуация может быть, и нужно оказать помощь, особенно если это люди пожилого возраста или, наоборот, дети. И я считаю, это очень важно. В этот раз победу одержала команда «Бгуир». Она представит Минск на республиканском конкурсе «Студенты. Безопасность. Будущее», который пройдет в начале мая в поселке Светлая Роща под Борисовом.